В профессиональном турнире связистов белорусская команда примет участие во второй раз. В 2018-м национальная сборная завоевала бронзу. Теперь в планах только золото. В этом году он будет состоять из пяти этапов. Первый этап – это уверенный прием. Второй этап – это уверенная передача. Он состоит из двух подэлементов. Это передача ключом сигналов азбуки Морзе и световая передача. Меткий стрелок – это третий этап. Четвертый этап – эстафета под названием «Связь любой ценой». И пятый этап – это радиоориентирование на местность. Цифры, буквы, знаки, пунктуации – все это по системе Морзе передается посредством длинных и коротких звуковых сигналов. Ошибки недопустимы. Если связист пропустил хотя бы один символ, то интуитивно угадать его не получится. Сложнее всего, я считаю, что нарастить это азбуку Морзе. Это должен быть определенный запас навыков. И каждому человеку азбука Морзе дается по-разному. Кому-то это дается легче, кому-то тяжелее. Самый зрелищный этап конкурса – военизированная эстафета. На трассе предусмотрено около десяти задач. В конце дистанции, когда силы уже на исходе, необходимо поразить пять мишеней и стрелкового оружия. Каждый промах – плюс 200 дополнительных метров. Для того, чтобы достойно выступить на этом конкурсе, необходима определенная подготовка. Человек должен быть всесторонне развит, в плане направленности именно связной. В то же время он должен метко стрелять, быстро бегать. До начала армейских игр осталось чуть более двух недель. Участники шлифуют навыки, оттачивают слаженность, выверяют тактику командной борьбы. В начале августа уверенный прием пройдет на полигоне Ильийский в Казахстане. Владислав Кирий, Богдан Подлуцкий, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».